Все готовы? Да, капитан. Покажите мне свою ручечку. Теперь нам надо взять и открыть ручку, снять все колпачок и повесить на заднюю часть. Обязательно? У каждого из вас должно быть колпачком, повешенным на заднюю часть. Обязательно? Да. Ну, желательно в рамках эксперимента. Хорошо. Теперь нам нужно будет делать все сконцентрированно и внимательно. Я хочу, чтобы вы достали свой листик и посмотрели на первое слово. Не обращайте внимания на остальные, посмотрите на первое слово. Ставитесь, не показывая свой листик никому и не подглядывая чужие листики. Вам нужно составить анаграмму из первого слова. Вам нужно составить второе слово, в котором есть все те же буквы, что и в первом. Вы должны использовать все буквы, это должно быть существительное в именительном падеже единственного числа. Начните. Нет, нет. Все буквы этого слова в том же количестве. Только первое слово. Кто написал первое слово? Кто придумал награмму? Неплохо. Хорошо, давайте займемся вторым словом. Второе слово, забудьте про первое. Займитесь вторым словом. Вы должны переставить буквы, чтобы получилось новое слово. Нужно использовать все буквы, нельзя придумывать новые буквы и нельзя использовать не все. Количество вариантов, которые вы составите, не имеет значения, нужно составить хотя бы один. Я вижу первое. Давайте подаем руки. Кто придумал второе слово? Давайте дадим еще несколько секунд. Хорошо. Кто придумал второе слово? Неплохо. Что ж, давайте теперь приступим к третьему слову. Обязательно все буквы используются? Обязательно все буквы. Нельзя, чтобы какая-то буква не взяла, нельзя записывать новые слова. Если у вас закончилась ручка, у нас есть небольшой запас. Ну что ж, я вижу несколько человек. Так, кто придумал третье слово? Неплохо. А это, то есть, спрашивают, как-то все три? Нет, отлично. Кто придумал все три слова? Поднимите руку. Кто придумал ноль слов? Не стесняйтесь. Хорошо. У кого бумажечка начиналась со слова лось? Неплохо. И кто придумал слово из буквы или слова лось? Практически все, несколько человек. И слово лось можно придумать анаграмму. То же самое со словом автор и коршун. Ребята, которые справились с первыми двумя словами, в основном справились и с третьим словом, коршун. В обоих вариантах оно было единственным общим. На втором варианте бумажек первое слово было купол. У кого первое слово было купол? Из слова купол невозможно составить анаграмму. И слово башмак так же нельзя составить анаграмму. И люди, которые не справились с первыми двумя словами, статистически чаще раньше сдаются на третьем слове и не справляются с третьим словом. Хотя последнее слово было одинаковое в обоих вариантах. Те, у кого в бумажечке было слово лось первым, лучше справились с последним коршуном, хотя последнее слово было одинаково. Это называется выученная беспомощность. Проиграв раз или два, вы привыкаете к этому и не пытаетесь дальше выигрывать. Теперь я приглашаю Таню, чтобы она рассказала вам об этом подробнее.